МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Танцы до вечера – милогучность белорусского слова и лучшие традиции нашего народа. Октябрьшина приняла 12-й республиканский фестиваль фольклорного мастатства Берагиня. Масштабное свято объеднало всех, для кого родима, это про традиции и спадщину. Про самобытность белорусов в контексте сучасности материал Татьяны Пемененковой. Самой ранец и у Октябрьским гучная белорусская народная песня льется с разных куточков городского поселка. Республиканский фестиваль фольклорного мастатства Берагиня в 12-й раз собрал всех, жадающих, з разных регионов Беларуси. Тут ведают и об смачной ежи, и об декоративно-прикладном мастатстве, и, звичайно, об белорусским народном танце. На суд жюри представить свои умения приехали представники разного взросла. Белорусский парный танец для вониха продемонстровали как дети, так и дорослые. Пара Катерины Сироска и Анзель Мартура – интернациональная. Хлопец приехал с синявоку из Германии. Катерина разглядела потенциал и притягнула молодого человека в свет хореографии. Уже больше года пара с Гродно покарая разные пляцовки, тому республиканский конкурс в рамках Берагини пропустить не могли. Как-то так получилось, что мы станцевались буквально сразу. Мы пришли на сцену, мы до этого выступали на сцене, и как только мы начали танцевать в паре, как будто пазл сложился. Мы ни разу не были в Гомельской области, и такая возможность, такой шанс выпадает не всегда. Мы решили, что нужно им воспользоваться. Берагиня за 25 годов стала соправдным брендом Гомельской области. На Рудобельской земле этим фестивалем хореи литерально кожны. Новые локации, удельники и конкурсы. С кожным годом народное свято набирает обороты. Самое главное – это, конечно же, люди, которые сюда приезжают, которые показывают свое творчество, которые, несмотря ни на что, берегут вот эти традиции, сохраняют их. Мы очень благодарны всем, кто к нам приезжает и привносит вот эту красоту в наш район. Глубинка Полесья за аутентичными традициями. Яскравый приклад, коли люди сберегли тое, что в спадшину покинули наши протки. Октябрьщине удалось объеднать як дитячие, так и дорослые творчие коллективы и выступить эталоном захования уникального минулого белорусов. Начался этот фестиваль совместного проекта двух министерств культуры и образования по вовлечению детей в изучение национального искусства и традиций. Дорогие друзья, совершенно очевидно, цель достигнута. В отдельные годы в народном фестивале принимали участие до тысячи человек из более чем 10 стран дальнего и ближнего зарубежья. Я думаю, с учетом проведенной в прошлом году модернизации поселка, многие объекты вдохнули свою силу, открылись по-новому и поселок заиграл по-новому. Я думаю, фестиваль должен раскрыться с новой энергией, с новыми талантами, ну и в принципе с новыми друзьями из разных стран мира. В этом году на фестивале шматы гастрономичных изысков, акцент на традиционную кухню. Драники, молодая бульба и духмяные блины с мочанкой так и привабливают у дельников. А ж слюнки текут, столько у вас здесь вкусноты всякая. Расскажите, что привезли на фестиваль? Все только белорусское, все самое настоящее, натуральный продукт. Очень хотелось бы, конечно, чтобы наши гости, кто к нам приходит, обязательно это все пробовали, потому что мы всегда, наша земля хлебосольная, и мы всегда рады видеть у нас в гостях всех, и рады всех пригласить и, как говорят на белорусском языке, подшествовать. А побачь в очи разбегаются от богаття страв с ягод и лесов. Чарницы для октябрьских господинь махчимысь для самореализации. Тут и духмяные пироги, и охладжальные морсы, и, конечно, вареники со смаком детинства. Перший чарницы фест – место протягнения у всех у дельников фестивалю. Африканский сябр – это тарталетки. Так как мы дружим с всеми странами, вот такое блюдо я приготовила, сама просто выдумала, с головы. Там находится снизу сырок нежненький, потом идет ананасик, сладкий-сладкий. Ну и наша черничка с кислинкой. Белорусская песня на Октябрьской земле будет лицать еще и завтра. Но белорусы тут уже и собрались встретить поспели и польку потанчить. И жадание загадать, коль авиализного символа свята. И у многих оно одно – встретиться празд два года на той же Рудобельской земле и под мирным небом пойти ускоки под белорусскую народную песню. Татьяна Пемненкова, Сергей Жиленко, телерадиокомпания «Гомель». Приоритет – праце у сельской и лесной господарцы. Для больше как 150 студентских отрад у Гомельщины протягивается третий працованный семестр. Активисты БРСМ берут удел у молодежных будовлях и працуют на сельскохосподарших и инших предприемствах Гомельской области. Зараз в Кармянском районе працуют студентские отрад «Авангард». Имя героя Советского Союза Михаила Калинкина. Сирот ягод членов у основным в Учне Литвиновецкой средней школы. А так само ты, кто приезжает на каникулы до дому. Ежегодно у нас организуются студенческие отряды, создается районный штаб координации студенческих отрядов. В этом году планируется трудоустроить 110 ребят на разные предприятия. Допустим, уже два отряда у нас отработало. Один экологический, второй сельскохозяйственный. Но еще планируем запустить пять студенческих отрядов. Студотрад «Авангард» працует уже тыдень. Молоте лопатить сбожек, обьяно худше и сохло. Подмятая и просеивая озимый ячмень, загружая зерни у машины. Много кто из моих одноклассников сюда пошел, я думал тоже пойти. Студотрад – это способ хорошо подзаработать и найти новых друзей для меня. Помогать в уборочной кампании – это важно, чтобы быстрее собрать урожай. С початку семестра в студотрадах региону уже отпрацовали около 2,5 тысяч человек. Темпы полевых работ на Гомельщине набирают обороты. В регионе уже убрано свыше за 70% площадь озимого рапсу. Подключились и до других культур. Где только небесные канцеляры не дают летости аграриям. На протягу тыдня слупок термометра поднимается выше за 30 градусов. Как работать в таких умовах без шкоды для здоровья? Спалил репортаж Татьяны Пемененковой. ГТГУ комбайна усвои особливый символ уборочной кампании. Все летояна во всех сенсах – гарачае. Высокая температура поветра и задача – убрать, як магахучей, примушают комбайнера упрацовать заранее до поздней ночи. Рапс уже дня четыре убираем. На молот хороший. В этом году получше, чем в прошлом году. Урожайность хорошая. Кондиционер в комбайне стоит, работает. Кондиционер помогает. А так бы никаких спасений не было. Працелники поля у сёння под особливой увагой. И справа не только у тем, что, дякуючи гэтым людям, на нашем столе есть хлеб. Организм комбайнера подвергается колоссальному стрессу от высоких температур, что у вынику может отбиться на самоотчувание. Поэтому сёння на полях працуют не только механизаторы. Цель данного мероприятия – напомнить водителям транспортных средств в условиях жары, необходимо контролировать свое здоровье и самочувствие, так как ухудшение самочувствия может привести к печальным последствиям, а именно совершение транспортных происшествий. Тепловый удар отримать значно легче, чем солнечный. Для его солнце не з'является обовязковой умовой. Достатково просто, усмотненно попрацовать у прозмерно тёплой вопраце, якая не пропускает поветро. Або провести некольких годин у душным помешканья с дрянной вентиляцией. Наши волонтеры, обученные первой помощи, выезжают в поля, выезжают на дороги, оповещают водителей с целью профилактики о том, что необходимо соблюдать правила поведения в жаркую погоду, не носить обязательно с собой головной убор. При ухудшении самочувствия обязательно должна быть с собой питьевая вода. Тепловой и солнечный удар очень опасны для здоровья и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, которые працуют у такой спякоту на полях, соправданные герои, яны своим потом забеспечивают добробыт и харчовую беспеку нашей краины. Татьяна Пемененкова, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Супрацовники прокуратуры наведывают палетки. Основная увага створению сприяльных умов для механизаторов и пожарной биоспеции. Наши корреспонденты выехали у рейд, который проводился в Хойницком районе. Уже не первый год свой отпочинок супрацовник Брагинской прокуратуры Роман Филипенко проводит за штурвалом комбайна. Все летает он працует в соседнем Хойницком районе, в акционерном товаристве «Велитин Агра». Зараз на его рахунку уже 800 тонн намолоченного сбожжа. До заповедной тысячи застается зусимня шмат. Кажет, что каждый день приходится ездить додому прикладно за 30 километров. А легитый факт его не засмучает. Головное, что работа у радость. Я приезжаю сюда к полседьмому, когда в 7, ну а отсюда еду в 11 вечера, когда бываю в 12. Потому что я работаю, ну так получилось, что в этом году, в этом сезоне я работаю один, без помощника. Ну и пока продуешь, пока помашешь комбайн, обслуживаешь комбайн, и чтобы утром уже комбайн был готов. Несмотря на все трудности, на все трудности физически, ну я тут отдыхаю. Но это настолько вот мое. Мне это нравится. То, что я свою лепту, свою даже тысячу, я не буду говорить там за две тысячи, за полторы, то, что я вношу в государство. Почас уборочной супрацовники прокуратуры, як минимум раз на тыдень наведывают господарки. У центра уваги у першую чергу створение спрояльных умов для работников. У особливо спякотной надворье, якое усталявалось в опошние дни, необходно кожную машину оснастить працующим кондиционером, а механизатору забеспечить пятной водой. Плюс проконтролевать захование супрац пожарных потребований. Сложная обстановка ввиду погодных условий, пожароопасная, поэтому внимание уделяется в том числе и соблюдению правил пожарной безопасности, дабы не допустить возгорания сельскохозяйственной техники, не допустить возгорания урожая. Также уделяется внимание заготовке кормов, поскольку именно в этот период необходимо закладывать корма для обеспечения бесперебойной работы животноучного направления сельскохозяйственных предприятий. На машино-тракторных парках увага на явности неосправной техники и аэромонту. Уксуб Суткова, чекая выездия у поле экипаж комбайнера Дмитрия Буховецкого. Кажут, что для того, как ликвидовать поломку, пришлось працать на вочастку ночи, а ляцапер можно снова приступать до працы. Вчера вечером сломались, делали до поздна до ночи, потом с утра сама, сейчас заправим кондиционер и едем в поле. В этом году в Хойницком районе чекается нядренный урожай сбожжевых. В связи с чем, Уксуб Суткова вырешили подрихтовать додатковые помешкания для захования зерня. Уже в ближайшие дни сюда можно будет привозить новый урожай. Олег Сентюров, Ганна Кустаршова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Урочицы знайдены останки мирных жихаров, які загинули подчас оккупации города немецко-фашистскими захопниками. Зараз раскопки протягиваются, але уже вядома больше, як об 80 загинувших. Наши корреспонденты с подробязностями. Першая звездки об тем, что тут похованы люди з'явились в середине 90-х, коли подчас будавництва навеса для тагачасного льнозавода было знайдено некальки останков. Ніяких раскопок тады не проводзели и криминальную справу не узбуджали. Зараз гэты факт став подставой для деталёвых доследований. Тым больше, что акты надзвычайной комиссии, якая працавала урочицы адразу пасля вызволения города в 1943-м, свечали, у гэты месцы повинно быть массовое похование мирных жахароу. 10 июня прибыли на местность город Речеса для проведения работ по поиску неучтённых захоронений, которые возникли в годы Великой Отечественной войны. Были обнаружены костные останки. За этот период времени на данный момент было обнаружено 30 групп костных останков, это более 80 человек. Подадзенных надзвычайной комиссии по расследованию злочинства у нацистов подчас оккупации Речесы тут было закатовано больше 4300 человек. Сёня, заразумела, ахвяр значна больше. Массовые расстрелы у городе почалися наприконцы 41-го, сазнищение гета, у яким знаходзелися больше 3 тысячи речесан и жахароуновокольных вёсок. Свозили ещё с окрестных деревень ближайших, из Муровки, из Бронного, вот тоже сюда евреев привозили, они тоже содержались в гетто. Плюс в гетто попали около 200 военнопленных советских солдат, они тоже содержались вместе с евреями. 28 ноября произошёл первый массовый расстрел мирных жителей, заключённых в гетто, и окончательно гетто было ликвидировано 18 декабря 1941 года. Расстрелы мирных жахароу и военнополонных у речицы проводились практически до вызволения города Червоной армией. На жаль, докладные места значной частки похований застаются невядомыми. Расстрелы проводились у разных локациях на ускрайку города. Причём, коли мерковать по раскопках, які зараз проходят на территории былогольнозавода, часто у людей забирали не только каштонные речи, али и оденье. Изымали все ценности и предметы одежды. И на сегодняшний день мы не видим никаких, скажем так, военной атрибутики, жетонов армейских, что свидетельствует о том, что это большая вероятность того, что здесь захоронены мирные граждане. До 12 человек в таких могилах захоронены, свидетельствует о том, что таким образом уничтожались, почерк уничтожения фашистами мирного населения. Подаденных прокуратурой Гомельской области сёля та раскопки мест у похований мирных жихаров проводятся на территории четырёх районов Жлобинского, Хойницкого, Речицкого и Лельчицкого. Так, у Лельчицким районе знайшли кропку, где нацисты расстреляли группу мирных жихаров, самому молодшему, за яких было усяго три годы. У целом с земли уже подняли останки 140 человек, али работы яшэ не завершаны, и гэта и лишьба не кончатковая. Олег Сенцюров, Александр Лупиненко, Сергей Жиленко, телерадиокампания Гомель. Настал час самых напруженных и отказных дён в жизни белорусских абитуриентов. Учера началась масштабная уступная кампания. Абитуриенты должны подать пакет документов, им аттестат об закончении 11 классов або диплом колледжа, сертификаты СЕ и СТ, а так само школьная характеристика. Подать документы на бюджет можно до 17 липня. В сельско-господарских университетах и ВНУ силового блока часовой рамки крыху ширейшие по 19 липня. Приёмные комиссии готовы примать абитуриентов с 9 до 18.00 без выходных и перепынков на обед. Пока всё проходит штатно. Основной ажиотаж был утром. Было много желающих подать документы уже в первые часы приёмной кампании. К середине первого дня приняты документы от порядка 250 абитуриентов. План приёма на бюджетную форму, на дневную форму получения образования в наш университет составляет 703 места. На заочную форму, на бюджет 148 мест. На условиях оплаты мы в этом году примем 465 абитуриентов. Неполнолетние абитуриенты могут подать документы только у присутности батьков и законных представников. Усяго три дни с 12 по 14 липня отводится на приём документов от выпускников профильных классов профессийной накерованности и национального детячого технопарку, яким ещё треба пройти гутарку. Её дату, час и место проведения поведомить абитуриенту при подаче документов. У каждой ВНУ будет працевать гарачая телефонная линия по пытаниях поступления. Спякота не сыходить, а гамельчанью у сё частей ладить пикники на открытом поветре. Але неправильно спланованный отпочинок может принести немало проблем. У топи харчовое отручевание, які продукты нельга брать на природу и что тоить у собе халатное ставлення до уласного здоровья в гэты спякотные дни. Об смашном лете без шкоды материал Татьяны Пеменёнковой. Спякота, липень и харчовое отручванье. Трыя, якое символизуе разгар лета. Люди для отпочинку выбирают, як правило, свежая поветра. И тут уже формируется свой чек-лист речел, без яких на пляж ни ногой. У топи головный убор, шмат воды и, звычайно, при смаке. Когда я прихожу на пляж, то, естественно, мясной, ничего мы не берем. Берем просто фрукты, вода с холодильника и с собой апельсины, киви. Я думаю, что это достаточно. В принципе, конечно, лучше на пляже покупать. Напитки то же самое. Холодные, с холодильника всегда как бы... Я рекомендую на пляж брать обязательно воду. Всегда берем с собой воду везде и на улице. Вот сейчас, особенно в такое жаркое время, всегда с собой бутылка воды есть. И детям рекомендую сама беру и в машине всегда находится бутылка воды. Из еды на пляж я беру обычно фрукты. Либо это какие-то персики, но, опять же, немного дома помыла и принес. Какие-то колбасу, не знаю, там мясо я не рекомендую брать, потому что это портится, этот скоропорт на такой погоде. Оно, конечно, естественно, испортится и, возможно, будут последствия. Коли на харчаване не звертать уваги, то наступства обовязково будут. Ибо коль нехта отпочивая под промнями солнца, инфекционистам работы только прибавляется. Хтосьте забылся помыть руки, хтосьте съел бутерброд, якому солнца корысти ніякой не дало. А нехта привез вирусную инфекцию с замяжи. У кожным выпадку выник один – больничный ложек. На нынешний момент, наверное, идет подъем больше вирусной инфекции. Это энтеровирусная инфекция. Это всегда у нас мы чувствуем пик. Конец июля, август, месяц, даже первые недели сентября люди летают на отдых. Поэтому, наверное, подъем больше вирусной инфекции идет. Ну и бактериально, люди по-прежнему пьют сырые яйца, едят жарко продукты, плохо хранятся какие-то молочные продукты, мясные, поэтому бактериально тоже имеет место быть. Тяжкая ежа у такую спякоту соправдный ворох для организма. Мясо, птушка, моропродукты, сыры и полфабрикаты лепш покинуть у холодильнику. Приглядитесь до огородненных фруктов, а так само до зеленивая, кого на полицах магазинов большим достатково. У человека есть некий рацион, он его летом меняет. Если это семья, то всегда хозяйки начинают больше использовать зелени, салатов, оливкового масла и меньше пищи, которая перегружает организм, может быть, меньше белковой пищи. То есть идет перераспределение и это правильное отношение. Не только про продукты должна идти речь, глобально разговор идет о человеке, о его возрасте, его привычках, потреблении жидкости, его болезнях. Здоровье каждого человека в его руках. Самое важное правило не различовать только на свои силы, а терминово звертаться до врача. Компетентные специалисты допомогут вам лучше вернуться до життя без стресса и проблем. Лето ставит все новые температурные рекорды. Сегодня в регионе за спеки объявлены червоны у здоровья небеспеки. Мы спросили у гомельчан, как они ратуются от летней спеки. На улице стоит ужасная жара, нам уже некуда от нее одеваться, спасаемся, как кто может. В теньке, пьем много воды. Я очень часто принимаю холодный душ, что, в принципе, помогает охлазить немного села после жаркого дня на улице, например. Также обожаю есть просто мороженое, питаюсь им каждый день. Я жару переношу, мне не жарко, просто ноги устают, мне как-никак 85 лет. Я в Жанкой и жила, мне жара, это просто класс. Вот я просто с собой беру полкилограмма мороженого и в тенек захожу и ем его. И хожу купаться на речку. Гуляем по парку в прохладное время, стараемся вечером выходить, либо вода, есть такие фонтанчики, тоже ребенку очень нравится. По прогнозам синоптика успехота будет протягиваться и весь наступный титдень. Это и и другие новины вы можете найти в нашем телеграм-канале, а так же на сайте в интернете по адресу www.argomel.by На этом выпуск завершенный. У студии для вас працавала Ганна Костачова. Усего доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова